Ростислав Владимирович, добрый день. Добрый день. Ростислав Владимирович, сложно сейчас в Молдове, там проходят многотысячные демонстрации за высоких цен на энергоносители. Может ли все эти запастовки, могут ли эти запастовки перерасти в полноценный Майдан или здесь нет внешнего вмешательства? Ну, вы знаете, в Молдавии майданы и майданчики имеют свой неповторимый национальный колорит. Дело в том, что в Молдавии все время существовал консенсус между разными элитными группировками, и они меняли друг друга у власти, иногда при формальном давлении улицы, но всегда по взаимному согласию. То есть там не было таких жестких противоречий, как, допустим, на Украине по поводу возможного курса страны. Там не было раскола страны на территории, которые поддерживают одно направление развития, территории, которые поддерживают другое направление развития. Там, в принципе, все были евроинтеграторами, значит, там все ориентировались на молдавский национализм. Там очень слабы были и прорумынские силы, и пророссийские силы. Ну, сейчас президент Молдавии представитель прорумынских сил, и она пытается под прикрытием американцев ускорить процесс интеграции молдавских территорий в Румынию, что вызывает сопротивление самых широких слоев молдавского общества, и поэтому она даже пыталась перейти к политическому террору, то есть пыталась рассадить своих политических противников под тюрьмом. Это может изменить теоретическую ситуацию в Молдавии и привести к жесткому противоречию, которое, в свою очередь, вызовет майданную, и даже не просто майданную, а серьезные уличные столкновения. Но пока что на данном этапе трудно сказать, что Молдавия выходит за пределы своей традиционной, кстати, игры в неваляшку, когда одна власть исчерпала доверие избирателей, и ей на смену приходит другая, очень похожая, только в профиль. Сейчас для Молдавии важно пережить зиму. Пережить зиму надо договориться с Газпромом. Санду с Газпромом договориться не может. Санду надо менять. Ну вот они пытаются поменять Санду. Она уходить, естественно, не хочет. Значит, как будут развиваться события, я не знаю, но до сих пор силовые перевороты в Молдавии не работали. Работали закулисные договоренности. Даже если на улицы выходил народ, то все равно решалось все путем закулисных договоренностей политиков между собой. Посмотрим, как будет. Ростислав Владимирович, еще одна важная тема, которую мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали. И Эрдоган сказал, что целью Турции является членство в ШОС. Это его прямая цитата. А как же с НАТО быть? А при чем тут НАТО к ШОС? Может ли страна НАТО быть в ШОС? А что нет? ШОС не является формально военным блоком. Между странами ШОС есть военные соглашения. Например, есть соглашение АДКБ. Страны АДКБ практически все входят в состав ШОС. Хотя и не все. Но почти все. Есть, допустим, Российско-Китайский неформальный союз. Он не формализован под писанием какого-то военного соглашения или военной конвенции. Но, тем не менее, есть формальный Российско-Китайский союз. При этом Индия член ШОС. У Индии с Пакистаном постоянно грань войны. У Индии с Китаем тоже приграничные споры часто переходят в столкновения с убитыми, с ранеными, военнослужащими и так далее. То есть их трудно назвать военными союзниками. Поэтому ШОС это скорее такая общеполитическая, экономическая организация. Организация, которая позволяет наладить взаимодействие между ее членами. Организация, которая ставит свои задачи и последничество во время сложных политических споров. Это своего рода организация, которая может в перспективе заместить Организацию Объединенных Наций, которые сейчас американцы усиленно разрушают. То есть это Объединенные Нации Российско-Китайского Блока, можно так сказать. Но, понимаете, члены НАТО, они же являются членами Организации Объединенных Наций. Почему они не могут быть членами ШОС, где это написано? Может ли Турция окончательно порвать с американским влиянием? Может, но зачем? Эрдогану удобно балансировать между Россией и Соединенными Штатами. Турция претендует на роль регионального лидера на Ближнем Востоке. С ней конкурируют Иран, Израиль, Египет. В то же время в ближневосточную политику задействованы как минимум Россия, Великобритания, Соединенные Штаты, Китай. Эрдогану Турция страна относительно слабая. То есть она не является сверхдержавой первого разряда, она является региональной великой державой. Противостоять Соединенным Штатам, России или Китаю в одиночку она не может. Но она может, балансируя между ними, решать свои насущные проблемы в регионе. Чем Эрдоган успешно занимается на протяжении уже лет 20, если не больше. И собирается заниматься дальше. Зачем ему при этом окончательно ссориться с Соединенными Штатами? Когда американцы пытались с ним окончательно поссориться, он им говорил, да, мы приобретаем у России комплексы ПВО, а у вас мы приобретаем самолеты. Ну и что? Да, мы члены НАТО, но в НАТО нигде не написано, что мы не имеем права покупать какие-то вооружения у других стран, которые не являются членами Альянса. Он наоборот, он пытался эту ситуацию приглушить. Эрдогану конфликты не нужны. Эрдогану нужны нормальные отношения со всеми вокруг. Это его усиливает. И он пытается эти отношения со всеми вокруг выстраивать и при этом не забывает отстаивать свои собственные турецкие интересы в том виде, в каком он их понимает. А чем России выгодно вступление Турции в ШОС? Ну, во-первых, это расширяет саму Шанхайскую организацию сотрудничества, потому что, по идее, на сегодня, для того, чтобы она выступала полноценной международной организацией, ей необходимо хотя бы контролировать Евразию без Европы. Ну, понятно, Европу мы в ШОС сейчас не затащим, у нее другие эти самые интересы. Вот. Значит, это увеличивает экономический потенциал, это увеличивает политический потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Потому что тот же самый Эрдоган, значит, целый ряд своих политических проблем и вопросов будет решать на Шанхайской площадке Турции. То есть он будет искать компромисс там, с Россией, с Китаем, там и так далее. И, соответственно, его связи, его контакты, его зависимость от Соединенных Штатов будет в значительной степени уменьшаться. Потом не секрет, что у турок постоянно растет напряженность с Грецией. Значит, Греция, как и Турция, член НАТО. Значит, и сейчас НАТО практически утратила способность этот конфликт каким-то образом гасить. То есть он нарастает, в Эгейском море идут перестрелки постоянные, и не сегодня-завтра грозит разразиться полноценный военный конфликт. Значит, понятно, что в этих условиях Турция, которая для НАТО, для Соединенных Штатов является своего рода инфант и рибуль, значит, для России является таким естественным механизмом, который позволяет НАТО ослаблять. Когда Соединенные Штаты говорят, что Россия использует Турцию для ослабления НАТО, они говорят чистую правду. Значит, просто не Россия это придумала. Значит, у Турции сложились такие отношения с Альянсом, сложились такие отношения с Соединенными Штатами, в том числе и благодаря американской политике. Россия пользуется, естественно, сложившейся ситуацией. Значит, но безусловно, турецкая ориентация на Россию, на Китай, она ослабляет НАТОвский фланг на Средиземном море, в Восточном Средиземном море. Тем более, что Турция является владелицей первой после Соединенных Штатов армии в НАТО. Значит, и с точки зрения обеспечения присутствия Альянса в Восточном Средиземном море, и турецкие порты, и турецкие авиабазы, и, собственно, наличие там турецкой армии, турецкого флота, играют не последнюю роль. Поэтому все это вместе ведет к ослаблению наших противников. При том, что, опять-таки, у нас просто очень часто наше население любит рассматривать, значит, союзников, это вот как братья, да? Значит, мы все между собой делим, горе, печаль, радость, значит, мы это самое, едим из одной плошки, значит, фырчим на одних врагов, значит, облизываем друг друга и так далее. Это не так. Союзники — это государства, у которых временно совпали интересы. Это временно, может быть, долго-временно, может быть, кратковременно, там, и так далее. И вот в течение времени, в течение, в котором интересы совпадают, и на направлении, на котором интересы совпадают, мы взаимодействуем. Насколько эффективно взаимодействуем, это вопрос и к нам, и к нашим союзникам. Но все это временно. Через какое-то время они могут быть уже нашими противниками и так далее. Просто Россия по природе своих международных отношений, она их выстраивает таким образом, чтобы искать общее непротиворечие. Американцы всегда базируются на противоречиях. Они говорят, вот наша позиция, вот ваша позиция, ваша позиция должна быть сломана в пользу нашей позиции. Россия говорит, вот ваша позиция, вот наша позиция, давайте найдем что-то общее и от этого общего начнем плясать и выстраивать общую позицию. Поэтому у нас союзы более долговременные и более прочные, чем у Соединенных Штатов, так как союз американцев, это диктат американцев по отношению к своим союзникам. Мы пытаемся договориться. Это, кстати, не всегда нравится нашему населению, потому что договоренность – это компромисс, это уступки. Мы уступаем, нам уступают и так далее. Значит, все всегда видят, как уступаем мы, но не любят видеть, как уступают нам и в чем. Но это и есть полноценный диалог. Вот, да, но тем не менее это и есть диалог, и это укрепляет наши позиции. Но тем не менее это не делает их незыблемыми, потому что рано или поздно вполне возможно появление коренных противоречий, которые просто разводят государство по разным углам ринга, и тут уже не до обнимашек. Значит, это уже, надо сказать, союзники бывшие становятся врагами, по чисто объективным причинам. Но пока что мы выстраиваем с нашими временными союзниками достаточно долговременные отношения. У всех есть свои интересы. Ростислав Владимирович, благодарю вас за интервью и до встречи через неделю. Спасибо. Спасибо.